Тема урока математики во втором классе – периметр многоугольника. Сначала дети решили задачу, а потом учитель Галина Викторовна предложила применить полученные знания на практике. Ребятам нужно было измерить периметр класса, чтобы знать, сколько купить плинтусов для ремонта. На радость детям это была командная работа. Каждой команде я выдаю орудие труда. Что это за орудие труда? Линейка. Длина этой линейки? Срочно. Один. 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 Именно так вы будете измерять длину и ширину класса. Знания, полученные на уроке, дети тут же применили на практике. Это проектный подход в обучении. О том, как Галина Викторовна применяет его на уроках, она написала в своем эссе, участвуя в всероссийском конкурсе «Школа рыбаков фонда». Это обучение в действии, в деятельности. Когда дети проживают то, с чем они встретятся потом в жизни, на уроке. И из проектов к нам пришла проблематика. Потому что любой проект начинается с проблемы с какой-то. И на уроке тоже дети встречаются с проблемой. Современные реалии требуют от педагогов применять инновационные технологии в обучении детей. Это залог того, что ученики успешно усвоят материал и смогут потом применить полученные знания в жизни. Метапредметные навыки – это универсальные учебные действия. Это умение учиться. Это опять то самое, что пригодится детям в жизни. То, с чем они встречаются в практике. Нельзя учить тому, что потом нигде не реализуется. То, чему мы учимся, а формируется это через систему упражнений, через систему практических заданий, обязательно потом нужно включить куда-то в деятельность детей. Например, изучаем мы тему периметра. Вот пока мы маленькие, мы работаем в классе. В четвертом классе мы выходим измерять все вокруг школы. Галина Дудина не первая, кто участвует от 11-й школы в этом конкурсе, но первая, кто вошел в число победителей. По словам директора школы, участие в конкурсах открывает новые возможности для педагогов. Конкурсы профессионального мастерства – это особый уровень учителя. Это возможность проверить себя на других площадках, сравниться с учителями, которые имеют большой опыт работы. Имея за плечами 27 лет педагогического стажа, Галина Викторовна постоянно учится, осваивает новые технологии обучения и делится полученными знаниями со своими коллегами.